Приветствую вас, Иван. С одной стороны, ситуация ваша, как бы это сказать, достаточно понятна, хотя до этого она не становится менее, ну, менее, скажем так, противной, да, до этого она становится... а менее, неприятной, вот, но она достаточно понятна. С другой стороны, мне как-то хочется вас поддержать, хочется немножко дать какую-то обратную связь, бам, вот, чтобы вы увидели, увидели... Ну, я надеюсь, более полно картины происходящего и, может быть, смогли бы сделать для себя какие-то выводы. Первое, на что я хочу обратить внимание, то, что это не важно особо, была ли это игрой или нет, важно то, что девушка не уважает свои чувства, в принципе. Вот, то есть, она, ну, может, грубо говоря, играть вашими чувствами, да, она может играть чувствами, там, своего мужчины, она может играть своими чувствами, то есть, вот, чувствует некая такая оторванность, оторванность от своих эмоций. Это, конечно, ничего хорошего для человека, ну, не несёт, в принципе, да, вот. Это такой, такой момент, момент. Следующий, следующий аспект. Да, она обманывала вас, она обманывала его. Я не думаю, что эта игра, я думаю, это просто человек, который чрезмерно озабочен собственной безопасностью. Это человек, который боится очень, на мой взгляд, остаться один и который очень плохо переносит вот эту вот историю, когда возникают какие-то трудности, какие-то проблемы. Вот, то есть, то есть, эм, я думаю, что здесь в этом основной момент заключается. То есть, я не думаю, что это прям, вот, знаете, такая хлопная история, да, про человека, который пытается, там, всех обмануть и всякое такое, нет. Ну, это требуется большое количество затрат, ведь девушке нужно было тратить своё время на вас, тратить своё время на то, чтобы с вами общаться. Поэтому я не думаю, что она это делала исключительно для того, чтобы с вами поиграть. Да, безусловно, она, может быть, хочет всё так представить. Она, безусловно, очень-очень хочет, чтобы вы думали, что это всего лишь половинка была, но по факту это идёт к страху. Вот, и страхи, они, к сожалению, к сожалению, реальны. Потому что, ну, человек не доверяет себе, да, и, соответственно, если нет доверия к себе, то всегда возникают трудности. Вот, ну, вот, подобные трудности, с которыми столкнулась девушка, вот. То есть это абсолютно нормально. Вот, абсолютно понимает, что человек просто боится, просто боится одиночества, боится автосадии, к сожалению. Вот, ну, там есть, как мне думается, ряд своих моментов. Там, что 21 год, ребёнок. То есть тут, как бы, есть ориентир какой-то вот на, ну, на других людей, да, а не на себя. Вот, не чувствуется, что человек смотрит на возможность для себя самореализоваться. Это такой момент. Ну, здесь есть не только страна девушки, хотя я и понимал ваше желание понять её. Это первое желание, которое возникает в подобных случаях. Здесь есть ещё проблема у вас. Ваша проблема заключается в том, что в целом вы, как мне кажется, тревожный человек. Ваша проблема заключается в том, что вы в целом, как мне кажется, в какой-то степени не совсем уверенный в себе человек. И, на мой взгляд, это сыграло с вами злую шутку, в том смысле, что девушка смогла этим воспользоваться. Она смогла воспользоваться тем, что, что, эм, значит, вы в себе не уверены. И, на мой взгляд, это проблема, на мой взгляд. И с этой проблемой вам нужно что-то делать. Вы говорите, что у вас остались лоскнические чувства. Ну, какие это чувства? На что эти чувства направлены? Направлены ли эти чувства у вас на ничего, например? Или направлены эти чувства на себя у вас, понимаете? Это вам нужно разобрать. Ну, у вас есть, конечно, некоторые проблемы со здоровьем. Я не думаю, что это критично, но мне думается, что ваши проблемы со здоровьем могли бы влиять на то, как вы воспринимаете себя и её. Вот. Тот факт, что вы довольно большое значение уделяете общению по интернету. Также может свидетельствовать о том, что есть некая тревожность, некий страх, некая болезненность. А реально вообще нет. Потому что по возможности общение нужно стараться всегда проводить в реальное русло, да? И всё-таки стараться встречаться реально. Вот. Ну, не вызывает какого-то, знаете, ну, скажем так, вооружевления, да? Не вызывает тот факт, что вы стали увлекаться чатом. То есть, скидывание переписок, скринчоудов, вот это всего. Вот. Это не совсем мужское дело. То есть, считывается, что вы вот... Ну, у вас, возможно, есть какие-то проблемы с отцом. Вы, конечно, можете сказать, что нет, как-как-так, она же меня обманула, что я должен, что я должен это сделать. Вот. И, наверное, наверное, в этом контексте вы правы, то есть, вы правы в том, что это действительно неприятная ситуация, но когда вы поступаете подобным образом, даже если вам неприятно, вы нарушаете в первую очередь свои границы, личные границы. То есть, вредите вы по факту сами, сами себе в первую очередь. Вы не вредите девушке, а девушке, а вы вредите в первую очередь сами себе. И неуважение к своим личным границам не может не затрагивать различные аспекты вашей жизни, вот, которые, к сожалению, касаются не только... личной жизни, но и многих других аспектов вашей... ну, вашей реальности, скажем так, вот. Поэтому я могу лишь только надеяться, что вы достаточно серьезно относитесь к тому, что я вам сказал. Если вас данная ситуация травмировала, как-то задела, то с этим можно и нужно поработать. Вот, это не тема для... ну, публичного, так сказать, обсуждения, это тема для индивидуальной работы, вот. Потому что проживание травм и так далее. Но очень важно выделить... очень важно выделить... Ээээ... Какие... Эээ.... Свои... проблему... вы пытаетесь решить за счет отношений с девушкой. Это очень важно, потому что если такое наличество то вы всегда имеете риск быть уязвимым в отношениях. Я не думаю, что это то, чего вы бы хотели для особен. Поэтому вам конечно же решат как действовать. Дальше вам конечно решат как действовать, но на мой взгляд обратить внимание в первую очередь имеет смысл обратить внимание на себя. В первую очередь имеет смысл обратить внимание на себя. На то, какие свои проблемы вы пытаетесь решать. И вот уже исходя из этого, исходя из того, какую проблематику вы пытаетесь решать, можно уже будет что-то говорить. На мой взгляд это работает примерно в таком ключе. Хотя я безусловно не истинно в последней инстанции, и вы можете быть со мной не согласны. Ну по крайней мере это то, как видится с точки зрения психологии. Эта ситуация. Да, это очень неприятно. Безусловно, повторюсь, это очень неприятно. Но отношения нужно спрятать, можно быстрее переводить в русло реального взаимодействия. Когда вероятность подобного исхода будет минимальная. Хотя все равно будет. Потому что отбирает такого никуда не деть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.